МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Могилевскими правоохранителями выявлена преступная деятельность ведущего специалиста одной из организаций областного центра. Установлено, 39-летняя женщина, зная, что между организацией и сотовым оператором заключен договор кооперативного обслуживания, при этом имея доступ к печатям, штампам, а также к платежным базам данных, подделала доверенность на покупку мобильных телефонов и получение товарно-материальных ценностей. По поддельным документам она оформила на официальном сайте оператора сотовой связи покупку 11 телефонов, которые в последующем перепродала на торговых интернет-площадках и в ломбардах города. Ущерб в составе более 11 тысяч рублей. За мошенничество, совершенное в крупном размере, на фигуранку возбуждено уголовное дело. Схема проста и понятна. Обман со стопроцентной предоплатой. В Брестской области задержана очередная мошенница. Не дать не взять. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности установили 28-летнюю жительницу Слуцка, которая под различными предлогами выманивала деньги у граждан. Выяснилось, что фигурантка размещала объявления на различных интернет-ресурсах о предоставлении услуг по регистрации туристических виз, страховок, доставке автозапчастей из Европы. Потенциальные клиенты связывались с ней в мессенджере. Размещала на площадке Телеграм объявление о том, что я могу сделать страховку, привезти запчасти из Европы, брала за это деньги и ничего не делала в итоге. В ходе переписки женщина предоставляла реквизиты банковской платежной карты для предоплаты за услуги, после чего прекращала общение. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. В настоящее время известно о четырех потерпевших от действий задержанной. Устанавливаются иные жертвы, в том числе в других регионах страны. Биржа обмана. Жительница областного центра стала жертвой мошенников. Внимание 36-летней могилевчанки привлекло объявление в одной из соцсетей о возможности быстрого и легкого заработка. Женщина перешла по ссылке рекламы биржевых инвестиций и оставила там заявку. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился сотрудником организации. Для дальнейшего сотрудничества потребовал осуществить несколько денежных переводов. Вывести деньги на свой счет она так и не смогла. Заподозрив усталой жертвой обмана, она обратилась в милицию. Общая сумма перечисленных мошеннику средств около 1700 рублей. Поехал на зайца, ословил штраф. Незаконная охота привела к неприятным последствиям. В Шкловском районе местный егерь услышал звуки выстрелов, после чего представители общества охотников и рыболовов отправились прочесывать лес. Там они обнаружили тушу самки благородного оленя с частично снятой шкурой. Также неподалеку нашли брошенный легковой автомобиль. На следующий день объявился и подозреваемый. Мужчина признался, что планировал охотиться на зайца, однако, увидев стадо животных, не удержался. По изъятым гильзам, которые обнаружены на обочине дороги, проведена судебная баллистическая экспертиза. Согласно выводам эксперта, гильзы стреляны из ружья, принадлежащего 38-летнему фигуранту уголовного дела. Ущерб окружающей среде в результате незаконной охоты составил 1200 базовых величин. Кроме того, правоохранители установили, ранее фигурант с использованием гладкоствольного ружья без специального разрешения и в запретные сроки незаконно добыл одну самку благородного оленя. Возбуждено уголовное дело. В Кричеве сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу, которая похитила сбережения у 81-летней пенсионерки. Следствие установило, на протяжении недели она помогала по хозяйству престарелой женщине с инвалидностью. В один из дней увидела в серванте картонную коробку со сбережениями в 2000 рублей и 7000 долларов и похитила их. Вскоре пенсионерка решила в очередной раз пересчитать деньги и обнаружила пропажу. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленница сама сообщила дочери пенсионерки о пропаже денег. А когда она позвонила в милицию, то выбросила деньги в уличный туалет, оставив при себе только 4000 долларов. За кражу, совершенную в крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА